1 сентября 2017 года в Одессе открыла свои двери первая адвентистская школа будущего. Функционируют 1, 7 и 8 классы. Учебный день начинается с утреннего вдохновения и молитвы. Церковное учреждение, скажем так, духовно воспитывают детей. Перед учебой молитва, как бы такое мини-служение, духовная пятиминутка, зарядка. Понимаете, я поняла, что Господь дает что-то нам, а кто-то может над этим смеяться. Смеялся ли Иисус над тем, кто был маленьким ростом, такой, как Закей? Смеялся ли Иисус, если у кого-то нет рук и ног, такой, как Вутич, да, Ник Вутич, вы знаете такого? Смеется ли Иисус, когда кто-то не знает, сколько будет 5 плюс 2? Хохочет ли он над ними? Нет, посмотрите, какой был характер у Иисуса. Трости надломлено не преломит, и льна курящегося не угасит, доколе не доставит суд победы. Открыть христианскую школу возникла идея у родителей первоклассников. Я поняла, насколько это важно, чтобы ребенок в школе учился все 6 часов у ног Христа, чтобы он слышал постоянно о Боге, чтобы он находился в обществе таких же верующих, как он, чтобы он учился решать все вопросы через молитву, в разрезе Библии, в разрезе… понимал жизнь в разрезе великой борьбы. Это настолько важно для меня. Во всей Одессе не было адвентиста-преподавателя начальных классов. Вы знаете, ровно через неделю ко мне позвонила Алла Константиновна. В 2017 году я закончила педагогический университет. Но когда я еще поступала, я уже тогда сильно мечтала о том, что Бог подарит мне такую возможность, и я буду работать в адвентистской школе. Я даже себе не представляла, что эта мечта моя сбудется. Так собрался класс из 6 человек. 6 первоклассников. Наступал момент, когда нам надо было уже определиться, где мы будем находиться, и мы решили снять помещение. Ну просто мама моя лилась, она очень хотела. Она не хотела идти в простую школу, потому что там не будут меня учить Христу. И тогда открылась эта школа. И мама решила меня сюда отдать. А что тут особенного в этой школе? Да ничего особенного. Тут мы математику учим, мы чтение учим. Потому что я христианка. Просто постой могут быть свои учителя и бить. И кроме всего прочего, 28 августа появился у нас один ученик 8 класса, который приехал из Винницы. И вот так пошел процесс. Еще появились какие-то ученики 7-й, 8-й класс. Но опять-таки нет учителей. Старшие классы. Это много-много учителей надо иметь. По каждому предмету. Где их брать? Мы нашли Любовь Михайловну, преподаватель, универсальный преподаватель, который преподает физику, химию, алгебру, геометрию, украинскую мову, украинскую литературу, биологию. И, можно сказать, за несколько дней до 1 сентября открывается и старший класс. Бог каждому человеку находит свои пути. Каждому имеет свой подход. Если 20 лет назад я была готова кардинально изменить свою жизнь и посвятить преподаванию в христианской школе, то к 2017 году это желание иссякло. И я решила, что это путь молодых. Татьяна Григорьевна и Эля Калинчук были рудием в руках Божьих. И когда мне предложили заниматься семиклассниками и восемиклассниками в христианской школе, то все сложилось как нельзя лучше. Мы можем посвящать семиклассникам и восьмиклассникам познанию дел Божьих через физику, химию, биологию. Мы вместе учимся преодолевать свои недостатки, оставляя все плохое позади. Учимся жить в гармонии с собой и с людьми. Ведь школа будущего — это путь к людям и к Богу. В нашей школе мы используем альтернативную методику, благодаря которой уже к концу первого класса дети будут знать таблицу умножения, будут бегло читать, будут меньше болеть реже, а также будут просить выполнить домашнее задание в качестве награды за хорошее поведение. Дети в классе чувствуют себя свободно. Они могут встать, когда им хочется пройтись. Они могут подойти учителю, ответить не только с поднятием руки. У нас используется такой метод, как шепталочка. Им очень интересно, когда много детей в классе, они все хотят ответить, но нет такой возможности. Они не поднимают руку и расстраиваются потом, что их не спросили много раз. Они подходят и на ухо говорят учителю правильный ответ. Так есть у каждого возможность поучаствовать в уроке. В нашем классе дети учатся с помощью мультимедийных технологий. И уже к концу четвертого класса все обязательно станут отличниками. А Константин, она очень мягкая к нам. Мне нравится математика, а то, что мне в математике нравится, прибавлять и отнимать. Я особенно люблю кушать, очень-очень. Часто предменирую, что тут такая хорошая школа, что тут очень хорошо. Тот, что очень добрый учитель. Эксклюзивом нашей школы также есть то, что у нас углубленно изучается английский язык. Также информатика и изюминкой нашей школы является робототехника, роботостроение. Наши дети изучают электронику на трудах, сами делают роботов. Есть группа продленного дня. Также у нас планируется открытие музыкальной школы. Класс фортепиано, класс гитары. Что такое христианская школа? Некоторые родители думают, что это просто. Собрались христианские дети, христианские учителя, и вот они преподают. Христианское образование – это когда дети учат общим образовательным предметом, но в то же время они, учителя, интегрируют библейские истины в школьную программу. Природа для нас – это дополнение к Библии. Это та книга, которая нам первая рассказывает о Боге. Потому что, смотря на окружающий свет, мы познаем, как он построен, как он существует. И человек может только познать этот свет. А чему же человек сама что-то создает, что мы думали о этом? А еще такой самый фундаментальный закон – это сохранение энергии. Помните про этот закон? Игорь, помните? Первый закон термодинамики. Энергию можно переместить из одного места в другую, або из одной формы в другую. Но ее не можно ни создать, ни разрушить. Поэтому, в принципе, всесвіт не мог создать себя сам. Чи стверджуя этот закон, который только познали люди, про то, что не шляхом эволюции все створилось, не из одной молекули самозародилось життя, а что все кем-то створено? Есть стиль в Библии, в бытие второй главе первого психи, что все было закончено, все было человечественно. Совершено уже было. Небо и земля, и всего из твоих. Совершено является совершенным глаголом в определенном времени. То есть оно было сделано, и оно уже совершено. Первый закон термодинамики рассказывает о том, что вся невозможность создать никакую энергию, невозможность создать никакого материала. Все, что невозможно уничтожить, не может создать. И обратный процесс тоже. Дякую, очень важное дополнение. Не может людина створить никакую энергию, но так же она и не может при всем своем желании разрушить. Учителя здесь более хорошие. Если что, они поймут. Могут подстраховать, если что-то случилось. Могут там помочь. Но они лучше. Но это намного лучше школа чем-то. Я стала лучше учиться тут чем-то. В школе он просто не хотел ходить, не хотел учиться. И вот когда он пошел в этом году в школу будущего, в адвентистскую христианскую школу, мы его не узнали просто. Его не узнают дети, соседи наши там, знакомые. Он очень серьезно начал изменяться в лучшую сторону. Сейчас вот о младшем из школы уже преподаватели звонят и говорят, спасибо вам за сын, хороший мальчик старается. База у него почти никакой нет. Но он очень старается. Очень позитивный. И если он такими темпами будет заниматься, то он догонит и перегонит всю эту программу. Мы должны понимать, и родители, мы должны думать о том, что наш ребенок в школе проводит от 6 до 9 часов в день. Представьте, что он слышит в этот момент. Какую информацию он в себя впитывает все эти 9 часов. Он не переживал, переходя в эту школу. Он как-то сразу ему понравилось, и он загорелся этой идеей. Ну и мы поддержали ее в этом. В принципе, мы не видим здесь ничего такого. Школа, я же говорю, наша. От нашей церкви это прекрасно. Тем более мы последний год или полтора молились о том, чтобы в нашем городе образовалась такая школа. У нас есть такие ученики, которые ездят в школу за 40 километров. Они настолько ценят христианское образование, что такие герои веры. Мы живем далеко, и мы 3 километра идем пешком. Я сегодня встала в 5 утра, 3 километра прошло, чтобы мы там переодевались, потому что шли по болоту. Просто люблю школу, больше дома. Решение было, скажем так, неординарное. Не все, может, его правильно воспримут. У нас, помимо того, что оплата, как бы, да, ну, не маленькая, по сравнению с обычной школой, это в раз 5 примерно, или школа. У нас еще и дорога, как бы, нам, мы живем в одном конце города, школа находится в другом. Но мы, я же говорю, были твердые в том, чтобы действительно, несмотря на все эти кажущиеся минусы, один есть большой плюс, что это церковное учреждение, скажем так. Мне очень нравится в этой школе, так как совсем другой коллектив, чем в обычных школах. Тут не мотикаются, другое отношение учителей к ребенку. Вообще все на духовном уровне. Ну, вы знаете, нам бы хотелось, чтобы, конечно, наша школа росла и имела свое здание. Мы мечтаем об этом. Как раз здесь, возле Радужного, где мы сейчас снимаем помещение, есть такое большое поле, 8 гектар, где мы мечтаем построить свою школу. Чтобы наша школа, она была большая, красивая, просторная, чтобы в ней был и бассейн, и спортивный зал, и были построены кабинеты для труда для девочек, кабинеты труда для мальчиков, чтобы это был как такой центр влияния, в котором утром учатся дети до обеда, после обеда там идут различные кружки, музыкальные кружки, и вечером туда могут приходить и родители своих детей, тоже участвовать в каких-то мероприятиях, участвовать в кружках. Я хочу стать прикольным директором школы. Что все по правилам было, никто меня не трогал, не бил. Ну, в таком росте, что меня не трогали. Ну, директора никто не бьет. Я бы хотел, да, ну и вообще, я бы хотел всегда в этой школе учиться. Я пока не знаю, но я пока думаю, что я могу стать либо поваром, либо врачом, который может лечить и рассказывать людям о Боге. Сначала я хотела парикмахерам, а потом... Ну, пока что я парикмахерам. Ветеринарам. Когда я вырасту, я захочу стать болезненной. Сколько стоит спасение наших детей? Разве можно это исчислить в деньгах? Я приглашаю вас в нашу школу. В христианской школе директором и руководителем является сам Христос. Мы рассчитываем, что школа будет развиваться, учеников будет больше и, возможно, ну, и цена станет меньше. Ну, пока как бы так на самообеспечение, я так понимаю, школа, благодаря там спонсорам, пока так. Ну, будем молиться, и я думаю, что все будет хорошо. И как бы деньги — это же не главное для... Главное — спасение наших детей. Это как бы основная идея пребывания в этой школе и, наверное, организации. Я бы хотел сказать, что родители сюда водили детей, потому что у нас что, зря делали спарту, что ли? Вот так много. Я бы посоветовала сказать, что там нету плохих людей, потому что все дружат друг с другом, и там приходит Иисус, так что приходите. Я бы им еще посоветовала приходить в нашу школу, чтобы было побольше детей, чтобы парт уже не хватало. Субтитры создавал DimaTorzok